МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках программы «Жилье эконом-класса» можно приобрести по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр. На самом деле для граждан цена квадратного метра получается еще и меньше, чем 35, потому что, согласно жилищного кодекса, учитывается только жилая площадь, без учетов лоджий и без учетов балконов. Поэтому в среднем цена получается еще и меньше. Госпрограмма «Жилье для российской семьи» реализуется в Новгородской области третий год. За это время наш регион оказался в числе лидеров в стране по масштабам ее реализации. Всего в ее рамках в Великом Новгороде будут возведены 4 дома. Оставшиеся 3 будут готовы следующим летом. На Василии отметят еще 525 семей. Тем временем продолжается работа над созданием необходимой инфраструктуры в активно растущих микрорайонах. Одним из главных строительных проектов на сегодняшний день стало возведение школы в Ивушках на 1350 мест. Строительство должно быть завершено до конца нынешнего года. Работы ведутся в две смены в соответствии с графиком. Компания, которая выиграла этот конкурс, она обладает своими производственными мощностями. Там уже заказаны железобетонные, металлические конструкции. Все это сделано сюда, постепенно по мере надобности привозится. И сейчас идет монтаж. В общем, у нас составлен специальный график проведения работ. Сроки этого графика выполняются. Я вот увиденным удовлетворил. Школа поистине должна стать украшением не только микрорайона, но и всего города. Она возводится по самым современным технологиям. Кроме учебных классов, в трехэтажном здании разместятся три спортивных зала, столовая, библиотеки и даже зимний сад. Торжественное открытие запланировано на 1 сентября 2017-го. Госавтоинспекция в очередной раз подвела печальную статистику. За семь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей на территории области в 43-х дорожно-транспортных происшествиях погибли 14 человек. И 48 получили ранения. Только за прошедшие выходные сотрудниками дорожной полиции задержаны 47 пьяных водителей. В отношении пяти из них, допустивших повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, возбуждены уголовные дела. Трое водителей были задержаны с признаками наркотического опьянения. Сотрудники ГИБДД обращаются к новгородцам с просьбой сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть полиции по телефону 98 10 80 63 41 49 или по телефону доверия 980 002. Новгородский радиотелевизионный передающий центр продолжает готовиться к своему 15-летию и дарит подарки новгородцам. К юбилею основной региональный оператор вещания в областном роддоме провел акцию 15 новых зрителей и вручил 15 счастливым молодым мамам приставки для просмотра цифровых телеканалов. Это конечно огромное очень приятное дополнение к досугу, который если теперь будет или нет, но мы это проверим теперь. Но самое главное спасибо конечно нашим докторам, нашим врачам за их внимание, за их золотые руки, за их золотые сердца. В знак благодарности за профессиональную помощь в появлении на свет новых жителей региона главному врачу областного клинического родильного дома Валерию Мишукурину тоже вручили цифровую приставку. В ближайшее время ее установят в одной из палат, чтобы находящиеся в ней мамочки не скучали и чувствовали себя как дома. Сегодня в 16 часов музей-заповедник приглашает на открытие новой интерактивной выставки «Соколиный двор», которая состоится в южной части Кремля. Экспозиция познакомит посетителей с историей соколиной охоты, причем с участием живых птиц. Черного коршуна, ястребов, сапсана, филина, серой неясыти, сипухи, ушастые совы, ворона и других пернатых хищников. Некоторые из этих птиц состоят на службе в орнитологическом подразделении Новгородского музея-заповедника, остальные предоставлены компанией «Эко-экспоцентр». Причем со всеми обитателями соколиного двора можно будет сфотографироваться на память. На этом пока все. Далее прогноз погоды от центра ФОБОС и Мадины Кузаевой. А я желаю вам хорошего настроения и отличного дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова